Покушаясь войти во внутреннейшие безопасные клетки сердца, где уже нет ветров лукавых помыслов, бурно реющих и низвергающих душу и тело, стремними с водострасти и в поток нечистоты. Нет широкого и пространного пути, устанного словами и образом мирского мудрования, которое обольщает последующих ему, хотя бы они и были весьма мудры, ибо чистые внутреннейшие клетки души и дом Христов приемлют внутрь себя ум наш. Достоверно знай, что Господь зрит на сердца всех людей, и за тех, которые ненавидят первое появление лукавых помыслов, точно заступается, как обещал, и не допускает, чтобы множество многомыслия их, восставивши, осквернило ум и совесть их. А те, которые не излагают первое прозевание помыслов веры и надеждой на Бога, но услождаются ими, оставляют как неверных, без помощи быть белыми последующими помыслами, которых не удаляет и вовидит, что мы любим первое их прирожение, а не ненавидим их при первом появлении. Никакая власть не принуждает нас насильственно ни к добру, ни к злу. Но кому мы по нашей свободной воле работаем, Богу или дьяволу, тот потом поощряет нас ко всему, что составляет его область. Начало действий суть два прирожения помыслов, непримечаемые умом, похвала человеческой и угождение телу, которые, когда невольно прирожаются к нам, прежде согласие с ними воли нашей не составляет ни порока, ни добродетели, но служат лишь обличением склонности нашей воли. Куда мы преклоняемся? Господь желает, чтобы мы терпели поношение и удручали себя. Дьявол же хочет противного. И потому, когда мы радуемся о вышесказанных прирожениях, то очевидно, что мы, прислушав Господа, склоняемся к свастолюбивому духу. Когда же скорбим о помянутых прирожениях, то очевидно, что мы преклоняемся к Богу, возлюбив тесный путь. Поэтому-то этим прирожением и попущено прирожаться к людям, чтобы те, которые любят заповедь Божию и услождаются ею, преклонили свою волю перед Христом. И Он, найдя в них вход, направил ум их к истине, так же разумея и о противном. Те, которые, напротив, любят человеческую славу и угождение телу, дают вход дьяволу. И Он, найдя себе свой вход, предлагает нам свои злые внушения. И по мере того, как мы услаждаемся мыслями о них, не перестает делать к ним прибавления, пока не возненавидим от сердца двух вышесказанных прирожений. Но мы так их любим, что не только ради их придаем добродетель, но и самые эти прирожения при случае переменяем одно на другое. Иногда удручаем тело ради тщеславия, иногда переносим бесчестие ради сластолюбия. Когда же беззаботно согласимся с ними, то начинаем искать и вещества их возвращающего. Вещество же тщеславия и телесного наслаждения есть сребролюбие, которое по Божественному Писанию есть корень всех зол. 29. Господь не сказал Адаму в день, в который съешь, я умершлю вас, но предостерегая их, предвозвещает им закон правды, сказав, в день, в который вкусите, смертью умрете. 30. И вообще Господь положил, чтобы и за каждым делом, добрым или злым, приличное ему воздаяние следовало естественно, а не по особенному назначению, как думают некоторые, не знающие духовного закона. 31. Мы должны помнить, что если возненавидим кого-либо из единоверных, как злого, то и Бог возненавидит нас, как злых. 32. Если кого-либо отвергаем от покаяния, как грешника, то и мы будем отвержены Богом, как грешники. 33. Если мы не прощаем ближнему согрешений, то равным образом и сами не получим прощения в согрешениях наших. Объявляя этот закон, законодатель наш Христос сказал им, не судите, да не судимы будете. Зная сей закон, святой апостол Павел явно говорил, каким судом судите, таким же будете судимы. И пророк, не зная сего, так взывал к Богу, ты воздашь каждому по делам его. 61. И другой пророк от лица Божьего говорит, мне от общения я воздам, говорит Господь. Старозаконие 32. 35. Говорится у пророка Даниила, грехи твои и милостыними твоими искупи, и небравды твои щедротами. Даниила 4. 24. Но может быть ты скажешь, я не имею денег, как ущедрю убогого. Не имеешь денег, но имеешь хотение. Отрекись от них и посредством их совершай благое. Не можешь благотворить рукой телесной, благотвори правым произволением. Если согрешит против тебя брат твой, то прости ему, по слову Господне. И это составит для тебя великую милостыню. Если мы ищем оставление грехов от Бога, то должны поступать так при всяком согрешении, относительно каждого, дабы сбылось сказанное по Евангелии. Прощайте и отпустится вам. Великое дело, если кто, имея деньги, подает милостыни у Бога, милует же ближних согрешениях против нас. Настолько больше для получения прощения грехов, во сколько душа по естеству своему честнее тела. Если же мы, прося от Бога прощения грехов, и многократно получив просимое, так что ради всего не претерпели здесь никакого зла, не хотим сделать участниками этого дара ближних наших, то через это самое мы уподобляемся тому лукавому рабу, который, получив от своего владыки прощения долго, тьмы талантов, ближнему своему, который был ему должен только сто динариев, не простил. С которым и Господь, как бы судясь, по закону и сказал, раб лукавый, весь долг я простил тебе, потому что ты умолил меня. Не надлежало ли тебе помиловать слугу твоего, товарища, и простить ему долг, который, как и я, помиловал тебя? И выводит из этого заключения, говоря, так и Отец мой Небесный сделает вам, если не простите каждый брату своему от сердца вашего прегрешения их. Господь сказал, горе вам, богатым, но сказав так, Он не сказал, что не всех обвиняет обогатившийся, ибо есть в числе их и действительно умеющие располагать богатством, по воле давшего то Бога. И по Писанию, старицы в жизни сей приемлющие, каковы блаженный Авраам и праведный Ио, которые, будучи милостиво, обогатились еще более и здесь, и в будущем веке, но порицает, как мы выше сказали, тех, который, имея лихоимственный нрав, присвояет себе дарование Божие, или в отношении имений вещественных, или в различных его щедротах, и не хотя быть милосердными к ближнему. Ибо неданное от Господа имение причиняет вред обладающему он им, но от неправды пребывающее лихоимство и матерь его немилосердие, которых совершенно избегает твердо верующие, всецело отреклись настоящих благ, не потому, чтобы безрассудно возненавидели Божие творение, но по вере во Христа, заповедавшего им поступать так, получая от Него удовлетворение своих дневных нужд. Иной может богатеть и без имений, содержа в лихоимстве слово или ведение, или какое-либо другое средство к оказанию милосердия, общее всем дарованное, ибо получает он это для того, чтобы преподать неимущему. Согрешился не следует отчаиваться, да не будет этого, ибо мы осуждаемся не за множество зол, но за то, что не хотим покаяться и познать чудеса Христовы, как свидетельствует сама истина. Не думаете ли, говорит Господь, что сии галилеяне, которых кровь Пилат мешал с жертвами, были грешнее всех человеков, которые на земле? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Видишь ли, что мы осуждаемся за то, что не имеем покаяния. 34. Покаяние же, как полагаю, не ограничивается ни временем, ни какими-либо делами, но совершается посредством заповедей Христовых, соразмерно с теми. Заповеди же одни судьболи общие, которые заключают в себе многие из частных. И многие части порока оттекают за один раз, как, например, в Писании сказано. Всякому простящему тебя давай, и от требующего от тебя, от взявшего, не требуй назад. Это суть заповеди частная. Общие же заключающие в себе. Продай имение твое, раздай нищим, и взяв крест твой, следуй за мною. Разумея под крестом терпение постигающих нас в скорбей. Ибо все, все раздавшие нищим и взявшие крест твой, исполним разом все вышеозначенные заповеди. Равным образом хочу, говорит апостол, чтобы мужи на всяком месте творили молитвы, воздевая руки чистые, без гнева и сомнения. А общее всего Господь сказал, войди в комнату твою, затвори дверь и помолись отцу твоему, который втайне. И еще непрестанно молитесь. Так же сказано, не прелюбодействуй, не убей и тому подобное. И общее всего помышление, не излагая, и всякое возношение, покоряя в разум Божий. Не излагающее же помышление поставил преграду всем вышеупомянутым порокам. Поэтому-то боголюбивые и твердо верующие понуждают себя на общей заповеди, не оставляя и частных, встречающихся по случаю. А потому и полагаю, что дело покаяния совершается тремя следующими добродетелями – очищением помыслов, непрестанной молитвой и терпением постигающих нас скорбей. И все это должно быть совершаемо не только наружным образом, но и в умном делании, так, чтобы долго потрудившиеся сделали через это бесстрастными. А поскольку дело покаяния, как указало слово наше, не может быть совершено без трех вышеупомянутых добродетелей, то я полагаю, что покаяние прилично всегда и всем, хотящим спастись – грешным и праведным. Ибо нет такого предела совершенства, которое бы не требовало дело невышеупомянутых добродетелей. Посредством их приобретается начинающими с видения в благочестие, средними – преуспеяния в нем, а совершенными – утверждения в воном. Господь всем заповедует – покайтесь, чтобы даже и духовные, и преуспевающие не пренебрегали этим повелением, не оставляя без внимания самых тонких и малых погрешностей. Ибо сказано – уничижающий мало по малю упадет, Сирахов 19.1. И не говори, как может пасть духовный, пребывая таким, не падает. Когда же допустит себе что-либо мало из противного, и пребудет в нем, не покаявшись, то это малое, укоснев и возрастая, уже не терпит оставаться отдельно от него, но влетет его к соединению с собой как бы некой цепью, привлекая насильно долговременной привязанностью. Если, вступив с ним, с этим злом, в борьбу посредством молитвы, отвергнем его, то останется в своей мере духовного возраста. Если же, конечно, сведен будет с обычной степени возрастающим усилием того, что обладает им, сокращая борьбу и труд молитвы, то неизбежно будет прещаться и другими страстями. И так постепенно, будучи отводим каждую по мере своего отведения, решается божественной помощи. И, наконец, бывает сведен и в большие преступления. Иногда и нехотя от понуждения предварительно возобладавшего им. Но ты скажешь мне, не мог ли он, будучи в начале зла, умолить Бога, не впасть в конечное зло? И я тебе говорю, что мог, но прозрев малое, презрев и собственной волей восприяв его себя, как ничтожное, он уже не молится об этом. Не зная, что это малое, бывает предначинанием и причиной большого. Так бывает с добрым и злом. Когда же страсть усилится и при помощи его произволения найдет себе в нем место, то она уже против его воли насильно возносится на него. Тогда, уразумев беду свою, он молит Бога, ведя брань с врагом, который по незнанию защищал прежде, припираясь за него с людьми. Иногда же, и будучи услышан от Господа, не получает помощи, потому что она приходит не как думает человек, но как устрояет Бог в пользе нашей. Ибо он, зная нашу удобопреклонность и презрительность, много помогает нам скорбями, дабы, избавившись бесскорбно, мы не стали усердно делать те же согрешения. А потому и утверждаем, что необходимо терпеть постигающие нас и весьма прилично пребывать в покаянии. Ты возразишь мне на это. Такого еще требует покаяние, поистине благоводившее Богу и достигшее совершенства. Что были и есть такие люди, признаю вместе с тобой и я. Но послушай разумно и поймешь, что и таковые имеют нужду в нем. Воззрение на жену с рожделением изменил Господь в прелюбодеянии. Гнев на ближнего уподобил убийству и показал, что я праздном слове воздадим ответ. Кто же не знает вожделения от зрения и никогда не прогневался на ближнего понапрасну и даже оказался невиновным в праздном слове, чтобы иметь ему нужды в покаянии? Ибо если в настоящем и не таков, то был таким некогда, а поэтому в отношении покаяния он возник до самой смерти. Но положим, что есть некоторые и без этих немощей, как говорят. И от рождения чужды всякого порока, хотя это невозможно, по слову святого Павла, все согрешили, все лишены славы Божии, чтобы оправдание получить даром по благодати его. Впрочем, если бы и были таковые, все же они происходят от Адама, все родились под грехом преступления, и поэтому по приговору Божию осуждены на смерть и не могут спастись без Христа. Рассмотри прошедших эту жизнь от начала мира, и найдешь, что в благоугодивших Богу таинство благочестия совершилось через покаяние. Никто не был осужден, если не презрел его, и никто не был оправдан, если не позаботился о нем. Самсон, Саул и Ильи с сыновьями своими, уже приобретя отчасти святыню, и вознеродев о покаянии, вперва утратили ее, а потом, когда время отсрочки прошло, умерли лютой смертью. Если дьявол не перестает бороться с нами, то и покаяние не должно быть никогда упраздняемо. Святые понуждают себя приносить его, и о ближних, не могших быть совершенными, бездейственными людьми. Если покаяние и спрошение милости, то имеющему надо назаботиться, чтобы не услышать, вот, сыты вы, присытились, тем паче неимущему надо напросить по своей потребности, всякий просящий получит. Если милующий других сам помилован будет, то, как полагаю, весь мир держится покаянием, когда один от другого промыслительно бывает, помощи ствуем посредством покаяния, покаяния Бог спас ненебитян, нерадевших же о нем садомлян попалил. Если мы и до смерти будем подвижаться в покаянии, то и таким образом еще не исполним должного, ибо ничего достойного Царствия Небесного не сделали. Ибо как мы едим, пьем, говорим и слышим, так, естественно, должны и каяться. «Однажды достойный смерти по закону умершляем бывает, а кто живет, тот живет верою ради покаяния. Если нет своего, то от греха преступление. Мы очистились посредством крещения, очистившись, получили заповеди, не исполняясь, если второго, а сквернил первое. Забвение принял, забыл об освящении прежних грехов своих, от которых никто во всякий день не бывает свободен. Хотя бы никогда не оставлял ничего исповеленного. Посему всем нужно покаяние, ибо оно показывает некогда произвольно бывшие грехи, а теперь невольно случающиеся, когда возненавидим страсти и будем удаляться от них. Ограничивающие оное обращаются на прежние и обновляют древние прегрешения. В отношении деятельной жизни мы без покаяния не можем сделать ничего достойного. Но Господь много милует нас за намерение наше, понуждающий себя и держащийся покаяния до самой кончины, если в чем и погрешит, спасется за понуждение себя. Ибо это Господь обещал в Евангелии. Кто говорит, что он не имеет нужды в покаянии, тот считает себя праведным. Называется в Писании порождением злым. Ибо через мнение своей праведности является как бы совершившим покаяние. Сам того не зная, вместо распятия совокупляется со страстями. Ибо самомнение и кичливость – суть страсти. Имеющий самомнение не может спастись. Ибо в Писании сказано, «Призорливый же и обидливый муж и величавый ничем кончит». Абакум 2.5 Если смиренно-мудрие нисколько не вредит совершенному, то пусть он не оставляет и причину его покаяния. Верный Авраам и праведный Иов, смиренно-мудрствуя, назвали себя землею и пеплом. А эти слова – знак смиренно-мудрия. Три отрока, поистине великодушные, великие мученики, исповедовались посреди горящего пламени. И, говоря о себе, мы согрешили и в беззаконную, каялись в данном изле в давнем, будучи уже совершенны. И сущность почти всей их песни состоит в покаянии. Итак, если весьма благоугодившие Богу и оказавшиеся совершенными по делам своим пользовались помощью покаяния до самой смерти, то кто может надеяться на себя и придирать покаяние под предлогом правды? 41. «Должно прощать тому, кто нас обидел, зная, что воздаяние за прощение обид превосходит воздаяние всякой иной добродетели. А если мы не можем этого делать, по причине возобладавшего нами греха, то должны при бдении и злострадании молить Бога, чтобы Он милосердился над нами и подал нам таковую силу. При этом во всякое время, на всяком месте, при всяком деле мы должны иметь одно намерение, дабы при различных обидах от людей радоваться, а не скорбеть. Радоваться же не просто и не без рассуждения, но потому что имеем случай простить согрешившему против нас и получить прощение собственных наших грехов. Ибо в этом заключается истинное Боговедение, которое много объятнее всякого ведения, и с помощью которого мы можем умолять Бога и быть услышаны. Это и есть плодоносие веры. Этим доказывается вера нашего Христа. Через это можем взять крест свой и последовать Христу. Это и есть мать первых и великих заповедей. Ибо посредством этого можем разлюбить Бога от всего сердца и ближнего, как самого себя. Для этого должны мы поститься, пребывать в бдении и удручать свое тело. Дабы сердце наше и внутреннее расположение открылись, приняли это в себя и уже не извергали. Тогда за то, что мы прощаем ближнему согрешение, найдем, что благодать сокровенно данная нам при святом крещении, будет действовать в нас уже не безызвестно. Но ощутительно для нашего сознания и чувства. Мудрые в слове только обижающих считают виновными, а умудренные духом и тогда, как их обижают другие, порицают сами себя, если не с радостью произвольно терпят обиды, и не только за себя порицают себя, но и за то, что скоби происходят от их же собственной прежней вины, хотя одно согрешение и легче другого. Кто сам за себя мстит, тот как бы осуждает Бога в недостатке правосудия, а кто, нашедший на него скорбь, переносит, как свою собственную, тот исповедует прежде сделанное им зло, за которое и терпит, перенося тяжкое. Добродетели, прощать обиды препятствует две страсти – тщеславие и свастолюбие, а потому прежде всего должно отречься от них в уме, и потом уже стараться о приобретении этой добродетели. Потому вступи в борьбу с Твоей волею для преодоления этих страстей. Борьба – это междоусобная, и она не внешняя, ибо не с ближними нашими должны мы будем вести борьбу, но внутренняя, и никто из людей не может помочь нам. Мы будем иметь только одного помощника, таинственного в нас сокровенного со времени крещения – Христа, который непобедим, и от которого ничто не сокрыто. Он будет способствовать нам в этой борьбе, если мы по силе своей воймы исполнять его заповеди. Противники же наши, как выше сказано, свастолюбие, соединенное с телом, и тщеславие, которое мной и тобой обладает. Они прельстили Еву и обольстили Адама. Свастолюбие указало на дерево, что оно доброе, годится в пищу, и приятное для отчей. А тщеславие присоединило к тому, что будете как боги, зная добро и зло. 44. Иноки откуда заимствовали свой образ жизни? Иноки не держатся мудрования противного церкви, но стараются следовать мудрованию Христову по словам апостола. И так домудрствуются в вас, как и во Христе Иисусе. Зная же, что такой образ мысли и жизни дарован Богом и порождает великую добродетель, смиренно мудрее. Совершать же это дело заповедовал Господь в церкви, сказав «Делайте и заботьтесь не о пищи погибающей, но пребывающей в жизнь вечную». Какое это дело? То, чтобы молитвой искать Царствие Божие и правды Его, которая внутрь нас, как сказал Господь, обещавший ищущим Его приложить и все потребное для тела, услышавших это от Господа, уверовавших в Слово Его и по мере сил своих исполняющих Его, называть действующему не по естеству, значит, порицать Бога, который заповедовал это. Как иноки, держась такого порядка, падают? Падают не те, которые держатся Его, но которые Его оставляют, и, будучи обкрадываемы тщеславием и попечением и житейском, не родят, а главнейшим в Нем, о молитве, говорю, и смиренно мудрее. Потому-то дьявол не препятствует нам помышлять и делать все житейское, только бы удалить нас от молитвы и смиренно мудрее. Ибо он знает, что совершаемое без этих двух добродетелей, хотя оно и доброе, он впоследствии когда-нибудь отнимет молитву же, разумея, не только телом совершаемую, но и неразвлеченную мыслью, приносимую Богу. Ибо ежели одно из этих двух, тело или мысль, безвременно отделяется, то и другое, оставшись одно, не Богу предстоит, а своей воле. Блаженный Павел, желая, чтобы мы отнюдь не были нерадивы о молитве, говорит, непрестанно молитесь. И вместе с тем, указывая на неразвлекаемость ума, сказал, и не сообразуйтесь с веком с ним, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы испытать вам, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Так как Бог по маловерию нашему и немощи дал различные заповеди, чтобы каждый по мере своего старания избегнул муки и получил спасение, то апостол наставляет нас к совершенной воле Божией, желая, чтобы мы вовсе не были и судимы. Зная же, что молитва содействует к исполнению всех заповедей и не перестает многократно, многообразно о ней заповедовать, и говорит, молясь во всякое время духом и бодрствую во всяком терпении и молитве. Молитва бывает различной, ибо иное неразвеченное мыслью молиться Богу, а иное дело предстоять на молитве телом и развлекаться мыслью. Как же иное выбирать время и окончить мирские беседы и занятия, помолиться, и иное, сколько возможно предпочитать и предпоставлять молитву всем мирским попечениям, по слову того же апостола. Господь близко, ни о чем не заботьтесь, но всегда в молитве, молении, в прошении открывайте свои желания перед Богом. Как и блаженный Петр говорит, «Оцеломудритесь, истрезвитесь в молитвах, все попечения ваше возложите на него, ибо он печется о вас». Во-первых же и сам Господь, зная, что все утверждаются молитвы, и сказал, ни о чем не заботьтесь, что есть и что пить. Но, может быть, Господь призывает нас через это и к большей вере, ибо кто, оставаясь попечения временным и терпя в нем скудости, не поверует Богу и касательно вечных благ, это-то, обнаруживая, Господь сказал, «Верный в мале, надо многим поставлю тебя». Господь знает, что для нас неизбежна ежедневная заботливость о теле, не от всего гневного попечения, но попустив нам заботиться о настоящем дне, весьма прилично. Боголетно и человеколюбиво повелевает не заботиться о завтрашнем, ибо людям, облеченным в тело, невозможно вовсе не заботиться о том, что относится к жизни тела. Через молитву и воздержание можно многое сокращать, в малое, но совершенно презреть все относящееся к телу невозможно. И так, желающий по Писании возраста в мужа совершенно, в меру возраста, исполнения Христова достигнуть, не должен предпочитать молитве и различные служения, и без нужды, как случится, брать он и на себя. Но и встречающихся по некоторой надобности и по смотрению Божию не должно уклоняться и отвергать таковые от себя под предлогом молитвы. Но ему надо бы напознавать различия между молитвой и другими занятиями и служить к смотрению Божию без испытания. Кто мудрствует иначе, тот не верует, что одна заповедь бывает по Писанию, и выше и главнее другой, и не хочет, по слову пророка, направиться ко всем заповедям, встречающимся ему по смотрению Божию. 49. Необходимые и смотрительно встречающиеся нам дела неизбежны, но безвременные занятия должно отвергать, предпочитая им молитву, в особенности же отвергать те, которые вовлекают нас в большие траты и собрание излишних имений. Ибо насколько кто ограничит их в Господе и оттечет излишнее вещество их, настолько и мысль удерживает от развлечения, а сколько удержит мысль, столько и чистой молитвы дает место и показывает искреннюю веру во Христа. Если же кто-либо по маловере или по какой-либо другой немощи не может этого делать, то, по крайней мере, допознает истину и по силе своей допростирается вперед, обвиняя себя в младенчестве. Постараемся надеждой и молитвой отдалять от себя всякое мирское попечение. Если же не можем исполнить этого в совершенстве, то будем приносить Богу исповедание в недостатках наших. Прилежание же о молитве никак не оставим, ибо лучше подвергнуться укорению за частые упущения, нежели за совершенное оставление. Во всем же сказанном нами о молитве и неизбежном служении много нам потребно вразумления от Бога к рассуждению, чтобы знать, когда и какое занятие мы должны предпочитать молитве. Ибо каждый, упражняясь в любимом ему занятии, думает, что он совершает должное служение, не зная того, что все дела наши надо направлять к благоугождению Божию, а не для угождения себе. Еще же труднее рассудить, что и эти необходимые и неизбежные заповеди не всегда одинаковы, но одна из них в свое время должна быть предпочтена другой, ибо каждое из служений не всегда, но в свое время совершается, а служба молитвы узаконена непрестанною. Продолжение следует...